Кстати, насчёт Эо. А где он? А то его что-то давно не видно было. Да и в комнату свою он что-то давно не заглядывал. Я пойду за браслетом, а ты, Лу-ложка, за Джонни. Портал открываем и... ехала! Эээ... так. Да уж, вот это инфоповод мы создали. Сан-Франц теперь гарант Паэны. Гарант всего города! Но это не главное. Внимание! Походу сегодня мы отправимся в другое измерение. Пора протестировать устройство, которое не позволяет покинуть междумирье, и при этом которое невозможно снять подручными методами. Идеальное устройство против преступников. А вообще, всем привет, дорогие друзья! Я Лу-ложка! Добро пожаловать в Голос Времени! Поехали! ДИКАЯ ОХОТА Иииииии... снова всем привет, дорогие друзья! Я Лу-ложка! Добро пожаловать в Голос Времени, в котором начинается ДИКАЯ ОХОТА! У нас появилась штуковина, не позволяющая выбраться из междумирья, и у нас есть преступники, которым как раз не стоит покидать междумирье. По идее, сегодня, да, мы отправляемся в другое измерение, вылавливаем преступника и приводим его в Паэну. Но! Мой спектр внимания старается не терять бдительности. Я все еще помню, что нам нужно отыскать Эо, убрать временной парадокс, выяснить, как Эо связан с междумирцем и зачем он повесил его плакат в пещере. А что самое главное, нам бы понять, что за голос мы иногда слышим в голове. Что ж, получается вопросов дофигища, ответов нифигища. Ну ладно, пойдем поспим. Доброе утро! И у меня тут идея появилась, ребят. Я наконец-то собираюсь потратить пиво из-за дуванчиков. У меня уже три штуковины. Напомню, что одно пиво это целых два уровня боя. То есть сейчас у меня сороковой, а будет сорок шестой. Отлично! Так, погнали. На всякий пожарный надо лиса проверить. Может быть еще бутылочку возьмем? Привет! Ээээ... Что-то как-то тут вообще никого. Эээ, а вы открыты? Ну ладно, до свидания. Что? Фран? Господи, меня же залагало. Привет! Да-да-да, привет, Лу-ложка. Это просто кошмар какой-то. Я там этим главным вчера такого наплел. Ты как бы знаешь меня как невероятно уверенного в себе, да? Прекрасного, умного. Хех. Ну и даже красивого. Но вчера, Лу-ложка, вчера я был выше всяких похвал. Хехе. Я рассказал, как мы с тобой разрушали ведомню. Какие мы невероятные друзья Сео. И что я вообще невероятно мировой парень. Прям лучший из лучших. Ну а потом я наплел им, что уничтожение башни было огромным потрясением для старика. Что он несколько дней обдумывал все, что он сделал для Паэны. И понял, что годы берут свое. Хех. В общем, я сказал, что Эо, скорее всего, в ближайшее время навсегда покинет Междумирье. И что он не собирается никого предупреждать об этом. Чтобы якобы никто не знал, куда он ушел. И представляешь, новичок, они мне поверили во все, что я наговорил. Кажется, они давно думали, что Эо собирается уходить. Ну, как минимум из-за того, что он стал сильно меньше времени уделять городским вещам. Хехе. А на самом деле он просто все это время ковырялся с нами. В общем, Лолошка. Я думаю, мне удалось себя поставить как будущего гаранта. Я надеюсь на это. Хорошо, что Пуговица не предложил вынести ей этот вопрос на голосование. Они, походу, ну очень боятся очередной войны гильдий. И согласны прям на любого гаранта. Лишь бы не было конфликтов. Ну, а я-то не любой буду. Я... Я буду прекрасным главой. И, кстати, Лолошка, каждый из глав пообещал помочь мне со вступлением в должность. Подготовить отчеты о своей гильдии, рассказать основные налоговые тонкости. Нех. Единственное, я должен сам решить, как я сообщу о своем назначении всем. Эо же был буквально единственный гарант мира, который был у Паэны. А до этого были постоянные споры, ссоры, войны. Альянсы заключались только для того, чтобы воевать против какой-то третьей гильдии. Бо, я, получается, должен быть тем, кто все это будет предотвращать. Нужна особая церемония. Да, я все придумал. Точно. Я соберу всех на площади магов, толкну какую-нибудь, там, проникновенную речь, а потом... А потом устрою салют. Во. Уверен, из налоговых сборов можно будет выделить бюджет на, ну, какой-нибудь небольшой праздник. Совместим падение ведомни с моим назначением. Вот так вот. Единственное, у меня теперь будет сильно меньше времени на помощь вам, Сашерой. Ну, пока я не разберусь нормально со своими обязанностями. О, и, кстати, про обязанности. Я же пообещал прийти к змею на пошив одежды гаранта. Так, новичок, ты уж прости, мне нужно бежать. Все, давай, пока-пока-пока-пока-пока. Угу. Пока. Хе-хе. На самом деле, это была очень важная часть про то, что Эо больше не появится в Междумирье. Так, ты, иди отсюда. А я тем временем не останавливаюсь и иду сюда. Эй, здравствуйте. Кратавукха. Бляха-муха, ты не здесь. Кратавукха, мне срочно нужно с вами немного покачаться. Вы здесь? О! Подожди, а куда он делся? Давненько я его на самом деле не встречал, то есть у меня и скинт есть, и бутылки заготовленные. А он прям, ну, пропал. Ладно, это не важно. У меня все равно есть идеи, куда потратить баблишко. Эй, Трайн. Трайн, здорово. Че, как дела? Так, у тебя, конечно же, продается самый лучший мерч мироходец.ру. И продается броня. Вот ради чего я собирался прокачать бой. То есть 50 уровень. Тут, кстати, ничего не требуется, поэтому можно даже прикупить. Кристалл переделываем во фрагменты. Ботинки забираем. Шлем тоже забираем. На панно же нужен 50 уровень боя, а на честплейт 60. Ё-моё, какой у меня сейчас 40? То есть еще 20 уровней. Мне нужно гребанное пиво. В любом случае, это надеваем, это надеваем. И лиса выцепляем. Мне на самом деле подсказку дали, что если он не в таверне, то скорее всего он рыскает в саду. А в саду он отсутствует. Его нету. Так, тогда, наверное, он здесь, да? Может быть, он вернулся? Эй, 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 ложка. Эй, иди-ка сюда. Давай, присядь со мной, я тебя угощу. Так, ладно, присел. Ну что, помнишь меня? Я пытался тебя ограбить вместе с моими друзьями-придурками. Ты, если что, прости за тот инцидент. Глупо получилось, конечно. Мы, если что, после этого случая с этим завязали, честно-честно. Промышлять в паене было огромной глупостью. Вообще, знаешь, я не ожидал тебя здесь увидеть. Ты же у нас теперь вроде как звезда. Все знают, что главная угроза между миром исчезла благодаря тебе. А ты вон, не зазнался. Ходишь в своей контровской форме, болтаешь со всеми. Даже за столик ко мне подсел. О-хо-хо, кого я вижу? О, чё такое? Сейчас, наверное, спросит, будем ли ничего не заказывать. Лолошка, здорово! Да, здорово. Рад видеть тебя! Хоть и немного в неожиданной компании. Хе-хе, Лис, сделаешь нам два фирменных кваса и тарелочку закусок? Ммм, ну квас-то я сделаю. А вот насчёт закусок, какой-то проклятый вор из Абраксиса подмешал мне в тесто сахар. И вместо солёных палочек получились сладкие. Так что, прости, сегодня я закуски не подаю. Та-та, блин, как это низко. Лис, ты не переживай, не могут сами нормально у себя готовить, вот тебе и пакостят. Я и раньше в ту дыру не ходил, теперь тем более не буду. Эээ, ну да. Ну что, джентльмены, пойду вам соображать квас и всё такое. Болтайте. Хе-хе-хе. Мы-то всё знаем. Пиар-ход! Я так понимаю, из-за этого сейчас в Абраксисе куча людей или что? Кхм, слушай, Лолошка, я вот чё хотел спросить-то у тебя. Вот смотри, вы разрушили ведомню, да? Всех заключённых выпустили на свободу. А дальше-то? Дальше у вас какие планы? Я вот просто не знаю, задумывается ли вообще кто-то кроме меня об этом. Но сбежавшие заключённые создают как-то вроде не самый лучший образ мироходцев. Как бы оно нам не аукнулось. Появлением чего-то ещё более страшного, чем башня. В моём мире только об этом и говорят. Хотя у нас при этом даже беспредельщиков никаких нет. Ну, хе-хе. Кроме меня, конечно. Ты чего в итоге? Думал в этом направлении или как? Так, слушайте, на самом деле... Я не знаю, чем промышляет Кирь. Может быть, он теперь стал вором информации, а не вором каких-то побрякушек. Поэтому... Ну его нафиг, да? Тебя это не касается. Хе-хе. Ну да, да. Конечно, конечно. То есть... Я... Я всё-таки думал, что... Да. Ты извини, короче, что я так... Я просто, правда, переживаю за наш городок. Он... Он мне очень дорог. Теперь, когда я знаю, что ты планируешь что-то с этим делать, я спокоен. Вот. Если тебе всё-таки нужна будет какая-то помощь, ты обращайся. Я отличный карманник и домушник. Любые замки, сумки, сейфы... Всё это для меня не преграда. Хе-хе. Эй, друзья! Не устали ждать? Сейчас всё будет. Несёт, да? Что там? Квас? О, подождя! А может быть, это будет то самое пиво? Давай-давай-давай-давай! Пошёл процесс. А, лолошка, твой квас. Что? И твой квас. Квас, реально? Это ты, блин. Ох. О, старина, спасибо. Квас твой, как всегда, прекрасен. Но... Мне пора по рабочим делам. Давайте, ребят. Пока-пока. О, и просто сразу ушёл. Блин, такое ощущение, что он реально пытался выпытать у меня какую-то информацию. Да, странный этот парень, Кирь. Так да, да, вот я об этом и говорю. Странный. То есть, буквально. Эй, эй, иди сюда, подсядь. Слушай, а вы что там планируете делать? Не рассказал? Ну и ладно, пока. Вот это реально выглядело именно так. Да ты не беспокойся, он хороший. За друзей всегда горой стоит. Чё он, кстати, хотел-то от тебя? Ничего не хотел, мне тоже по делам надо. Да, если честно, я и сам так и не понял. Да, давайте вот это. Хе-хе. Ну говорю же, странный он парень. Кстати, это хорошо, что ты себе друзей заводишь. Это ты молодец. А то всё таскался с Эо да этими странными ребятками своими. Кстати, насчёт Эо. А где он? А то его что-то давно не видно было. Вся Паэна праздновала, а его вообще нигде не было. Обычно он в первых рядах развлекаться, веселиться. Да и в комнату свою он что-то давно не заглядывал. Интересно, чё он там хранит-то такое, а? Если что, он мне ходить туда запрещает. Впрочем, ладно, не моё это дело. Моё дело пиво варить, да дуванчики выращивать. Пошёл я, кстати, заниматься этим дальше. Пока-пока. Наверху, значит, комната Эо, говоришь. А Эо, мы знаем, больше не появится. Хмммм, я тут это самое, к себе в комнату, лис. Да-да, честно, к себе. Так, комната Эо, по-моему, где-то здесь. О, стоп, что? Она открыта? Ну тогда я всё правильно делаю, что пришёл сюда, и в итоге здесь пусто. Офигенно. Так, может быть здесь? О, плоть наблюдателя. Эктоплазма какая-то. Нектар наблюдателя, это я вообще первый раз вижу. Далее у нас... Что? Охренеть, ребята! Фрагмент скинта, вторая штука, офигеть! Так, слушайте, на самом деле с двумя штуковинами, наверное, лучше не ходить. Надо как-то избавиться, там, в сундук положить. Далее здесь у нас тоже нектар наблюдателя. Семена звезды Незера! Охренеть! Так, ладно, забираем. Огранённый скинт, боже мой! Это же, по-моему... Да, самая дорогая штуковина, дороже просто нету. Вау-вау-вау. А, так вот зачем нам звезда Незера. Видимо, в будущем огранённые скинты понадобятся. Это такой микро-намёк по сюжету, я понял. Так, далее, осколок звезды Незера. То есть мы сможем это выращивать с помощью семян, я понял. А также очко глобальных улучшений. Йоу! Используем. Получены дополнительные очки для глобального улучшения персонажа. Сколько у меня их уже? Четыре! Это можно потратить пока что ни на что. Потому что, напомню, я хочу себе божественную трагедию. С невероятной скоростью восполнять здоровье игрока. Но помни, запретный плод сладок. В итоге, в комнате Йоу были прикольные вещи, но вот этот огранённый скин жалко нельзя переделать обратно в кристаллы. То есть, по сути, вот он просто есть огранённый и всё. На что мы его там потратим в будущем, если честно, не имею представления. Так, а сюда зайти можно? Нет, нет. Ладно, всё. Я побывал в своей комнате, честно-честно. Никакому Йоу я не заходил. Пока, лис. Эй, так, эта штука работает. Эй, Лоу-ложка! Ты не занят? Я тут тебе наделал этих браслетов штук 40, наверное. Так что, как захочешь, приходи, забирай. Седрик, ты серьёзно? А чего только Лоу-ложка? Может быть, я тоже хочу заглянуть? Ну, Ашра, ну зачем ты так? Я тебе всегда рад, ты же знаешь. Если хочешь, то можешь заскочить вместо Лоу-ложки. Ну, точно. Зачем ему мотаться? Так, предлагаю сделать следующим образом. Я пойду за браслетом, а ты, Лоу-ложка, за Джонни. Согласен? А, подожди. Джонни? Джонни, 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 это... Ааа, это самый-самый-самый первый кошмар в ведомнии, помните? Самый первый мироходит с клоунами. Да в целом, да. Я наконец-то могу отправиться в другое измерение, погнали. Ну ладно, супер, будь по-вашему. Буду ждать. Так, и всё. Видимо, мне нужно прям сразу идти в портал, да? Телепортация в порядке очереди. Подождите немного. Портал открываем. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-халоа. Так. Так. Разобраться бы, чот за место? Горожанин, который вроде меня не трогает. Всем привет! Блин, слушайте, прикольное место. Ах, как же хочется уже в отпуск. Кстати, а я выключил утюг. Прошу прощения, вы что-то хотели? Что-то я вас здесь раньше не видел. Вы что, тоже новенький? Нам ещё одного новенького точно не надо. Был тихий, спокойный городок. Вечером можно было услышать, как собаки на другом конце города лают. А потом появился этот... И теперь постоянно к нему кто-то ходит. У нас в городе и отеля-то никогда не было. Ночевать им негде. Вы тоже из этих наверняка, да? Да? Из этих журналюк. Что? Каких журналюк? О чём речь? А, Джонни, Джонни. Он же вроде как интервью даёт, да? Это же про него. Так, слушайте, давайте повежливо, окей? Нет, но я действительно ищу Джонни. Да, я представляю самую престижную прессу мультивселенной. Хм... Я ищу Джонни. Да, да, ну конечно. Всем вам всегда нужен только Джонни. Никто никогда не интересуется, а как мы здесь живём? А как у нас дела в городке? А мы тут вообще-то от скуки подыхаем. Ничего интересного в нашем городе не происходит. И никого это не волнует. Собака залает, это уже событие. В местной газете даже об этом напишут. И вот вы приходите к нам. А никому нет дела до нас. Только этот Джонни вас и интересует. Да лучше бы он сквозь землю провалился в этом своём кирпичном доме. Чтобы ему пусто было этому вашему Джонни. Сидит на своей окраине. К нам даже носу не сунет. И чё это он нас боится-то, а? Мы были самым тихим и спокойным городком во всей Селевии. А я что? Я что? Клоун, что ли, чтобы его развлекать как-то? У нас в городе клоунов нет. Мы все серьёзные люди. Мы работаем. На хлеб себе честным трудом зарабатываем. Ах... А чё у вас лицо скучное такое, а? Что? Не интересно со мной разговаривать, да? А вот потому что вам всё веселье. До развлечения подавай! Ну вас к чёрту! Ничего вам не расскажу! Сами своего Джонни ищите! Какие мирные граждане здесь! Ха-ха! Ну, спасибо в любом случае. Я понял то, что он в каком-то кирпичном доме живёт. Подожди, а тут всё кирпичное нет? Вот это кирпичное, вот это кирпичное. Ну, это не кирпичное. Здрасте! И вы тоже здрасте. Поболтаем. О, ни хрена себе! Слушайте, а это мне нравится. Эпическое Орео. Хе-хе. Хорошо. Железа у меня нету, но мы понимаем то, что у них валюта железа. Алмазы можно купить, даже уголь. Прикольно, прикольно, да. На будущее запомним. А у вас что продаётся? Так, стол картограф. Ну, такое себе, если честно. Тут у нас тоже то ли торговец, то ли кто. О, а вот это мне нравится. Стоп, что? Эээ. Очко улучшений? То есть, подожди. Вот это? За пять железа чего? А почему так дёшево? Так это же имба лютая. Я хочу в этот мир возвращаться. И я очень надеюсь, что мы сможем возвращаться. Знаете, судя по рассказам про Джонни, он не такой опасный. Я бы даже сказал, что, а зачем мы его трогаем? То есть, это буквально мироходец, который хочет тихой, спокойной жизни. Ну, он даже пришёл в самый тихий город какой-то Селевии. И при всём при этом он просто даёт интервью. Я не понимаю, мы действительно налепим на него какой-то ошейник? Так, ладно, сюда можно зайти. Сюда нельзя зайти. Здесь не пройти, понятно. Нам нужно найти некий кирпичный дом. И вот это вот, как будто кирпичный дом. Да, смотри-ка, сразу угадал, прикольно. Эй? Здравствуйте. О, Джонни! Пожалуйста, оставьте меня. Я уже сказал, что сегодня не готов давать интервью. Может человек один день отдохнуть, в конце концов, а? Эээ, нет, я прошу прощения, вы мне правда нужны. Здравствуйте. Ну ё-моё, я же сказал, что... О, вы? О, хо-хо-хо-хо! Да, это я. О, господи! Боже мой, боже! О, невероятно! Это же именно вы спасли меня из ведомни! Это же вы вытащили меня оттуда! Скажите, как поживает ваш друг Санфран? Он ко мне приходил в какой-то момент? Рассказывал, что вы проворачиваете за спиной старухи. О, хо-хо-хо, как же я рад, как я рад! Слышал, что вы всё-таки уничтожили эту проклятую башню. Про меня уже, если честно, все забывать стали в какой-то момент. А тут ведомню сначала взорвали, потом вообще уничтожили! Отбой от журналистов нет! Не представляете себе! О, ой, что же это я, блин? Чаем даже вас не угостил! Идёмте, пойдёмте на кухню! Вы мне там всё расскажете, а я вам чай сделаю! Ах, всё-таки здорово, что вы решили меня навестить! Это такая радость! Старуха-то, наверное, неплохой отпор вам дала, да? Так, сейчас, подождите. Она вообще чокнутая, фарагонда это! Ах, чокнутая, да! Ну какой нормальный человек мог заставить другого так страдать? Ну как же хорошо всё-таки, что я теперь не в Междумирье! Ни за что! Ни за какие богатства не соглашусь туда вернуться! Неважно, есть там башня или нет этой башни! И, ой, точно, а вы пришли-то ко мне зачем? Так, слушай, ты многого уже наболтал, честно говоря, особенно про то, что ты не хочешь возвращаться в Междумирье! Честно говоря, я хотел попросить вас вернуться в Междумирье! Оу, вот оно как, да! Но я ничего другого и не ожидал, честно говоря! Я так и знал, что недолго мне наслаждаться свободой! Ну да, ладно, конечно, конечно! А я ведь на путь исправления встал! Сказал себе, что Джонни, Вселенная дала тебе второй шанс! Не упусти его! Я ведь все свои гонорары тратил на помощь тем, кто от меня пострадал, кстати! Или семьям тех, кто от меня пострадал! Я... Нет, я правда понимаю, что так вину не искупить! Но... Неужели мне опять нужно возвращаться обратно? К тем ужасным, ненавистным мне клоунам? Не-е-е! Не-е! Сто-а-ха-ха! Он подумал, что мы его в какой-то кошмар опять запихаем! Нет, ты че? Да, к ненавистным клоунам! Ха-ха-ха! Нет, Джонни, ничего подобного! Мы, наоборот, хотим показать мультивселенной, что вы можете исправиться! Мы хотим помочь вам адаптироваться! Чтобы вы могли вернуться в свои миры и приносить там пользу! Я вижу, что ты исправился, Джонни! Помоги нам помочь исправиться другим! Что? Помочь адаптироваться? Ха-ха-ха! Ну, конечно! Конечно же, я согласен! Я... Да... Знаете, я же могу и прессу всю на уши поставить! Мы можем объявить клич, чтобы все сбежавшие по собственной воле вернулись! И... Я уверен, что я не один такой! И я даже знаю, что можно устроить паэнни для реабилитации! Я знаю, что видеть плоды своего труда очень помогает для привыкших к разрушению! И поэтому я устрою трудотерапию! У меня столько идей! Вы не представляете! Так... А чё... Чё ж мы стоим-то? Скорее, давайте, открывайте порталы и пойдёмте! Только... Щас, блин! Вещи соберу! Подождите, пожалуйста! Щас, щас! Щас, ох ты! Что я до терапии устрою? Ага! Ну, давай! Джонни, вы тут это, если что, кружку обронили! О, я могу подобрать! Прикольно! Оставлю её себе! Так, и давайте на всякий случай сразу попробуем портал открыть! О! Получилось! Реально получилось! Я... Всё! Я готов! Всё, пойдёмте, пойдёмте! Ха-ха! Даже уговаривать не пришлось! Вот это да! Ну, пойдём! Ха-ха! Круто! Так, Джонни! Вот твоя паэна! У-у-у-у-у-у-у-у-у! Сколько же лет прошло с тех пор, как я здесь был последний раз! Мгм... Да... Привет, Ложка! О, Фран! Джонни! Здорово! Хо-хо! Рад тебя видеть в моём городе! Очень рад, что Ложка смог убедить тебя к нам присоединиться! О, Сан-Фран! Да я как только услышал, какие грандиозные и благородные у вас планы, сразу же кинулся собираться! Ха-ха! Джонни, Джонни, ты молодёц, успокойся! Идём! Пока что поселишься в пузатом лисе! А потом... Придумаем тебе какое-нибудь другое жильё! Всё, за мной! Эй, Ложка, отличная работа! Ты молодец! Хоть кто-то мне сказал «молодец»! Ну, наконец-то! Хоть кто-то меня похвалил, боже мой! Обычно просто уходят и ничего не говорят! Заметьте, нам не нужны были даже никакие ошейники! То есть, всё-таки некоторые мироходцы встали на путь истинный! Но-но-но-но-но, ребята, я же не забыл! Я же не забыл! У меня не вылетело это из головы! Мы прямо сейчас берём... Чё? 8 железа, серьёзно? Я хотел купить себе очки улучшений! Потому что за них я могу прокачать любой навык, который у меня уже есть, до максимального уровня! Потому что это стоит всего лишь железо! Давайте пойдём и накопаем это самое железо! И как раз проверим Седрика и Ашру! То есть, по идее, она пошла к нему, и там, наверное, эти ошейники, бла-бла-бла! Так, телепортируемся! Давай-давай-давай-давай-давай! Быстрей! Спасибо! Как раз ещё проверим, есть ли у меня железо дома? Может быть, какое-то имеется? Ну-ка! Нет, нет, и... 4 штуки! Боже, это отвратительно! Я бомжара на железо всё это время! А, во! 10 штук есть, хотя бы сколько-то! Это переплавляем! Топливо добавляем! На всякий случай, Седрика и Ашру проверяем! Hello! Ага, понятно, ух ты! Тот самый ошейник Даска всё ещё валяется, кстати! Брать ошейник не буду, мало ли что-то поломаю! Здесь тоже никого! Ну и ладно, по всей видимости, я предоставлен сам себе! Итак, дабы у меня было много железа, нам нужно его просто копать, да? Копать нужно, начиная с 60 примерно пятой высоты и заканчивая нулевой! Окей! Всё, вот она эта высота! И на этой высоте уже встречается железо! Ах, пожелайте мне удачи! Надеюсь, где-то стак накоплю! 80 железа! На первое время, чтобы протестировать, более чем достаточно! И вопрос, портал откроется? Давай, портал, ну же! Ну почему, почему, когда надо, ты открываешься? Неужели это чисто сюжетная штука? Эх! Эх! Ба! Эх, нет! Тогда используем погаший скинт и тут же идём в портал! Мне нужна селевия, или как там называется этот мир? Привет! Телепортация в порядке очереди! Подожди немного! Всё! Могу! Могу! Селевия, приобретаем последние мои деньги! Всё! Да! Оооо! Я могу! Ооо! Супер, супер, супер! Так, ээээ... Первого торговца нет, жителей почему-то нет, но главное, что вы есть! Итак, мне нужен, по-моему, вот этот, да? Привет! Йоу-йоу-йоу! Очко улучшений! Нет, только не говори, что это максимум! Пожалуйста! Всего на три штуковины хватило! Я, блин, железо фармил и фармил! Так, давай договоримся, дамочка! У тебя перезарядится эта торговля, и я куплю ещё! Окей! Тем не менее, давайте проверим, как это работает! Сейчас у меня сколько? Сейчас у меня три! Используем! Получены дополнительные очки для улучшения персонажа! Проверяем! Четыре! Далее мы используем ещё два раза! Получены дополнительные очки для улучшения персонажа! Хорош! Так, и... ШЕСТЬ! Блин, ну вот я бы хотел двадцать, трИцать! Ну, пожалуйста, давай! Я сейчас на всякий случай постою, просто вот минут пять постою, подожду, мало ли что-то изменится! Ожидаем! Итак, прошло некоторое время, я готов проверить, и... ну-ка! НЕЕТ! Блин! Не знаю, минут пять точно прошло, но это очень обидно, что оно не обновляется! Возможно, мне нужно покинуть этот мир, потом снова прийти, и оно тогда обновится! Как раз у меня, кстати, погаши и скинты заканчиваются, надо бы прикупить! И это последний кристалл, боже, я реально бомжара! У меня прям денег всё меньше и меньше! Тем не менее, да, погаши и скинты, это очень важно! Купим штучек, так, ммм... шесть! Далее придём домой, и у меня некоторые плохие новости! Как вы знаете, золото, какую-то другую чепуху можно выращивать на любой грядке! Но если мы прямо сейчас возьмём то самое семечко звезды Незера и попробуем посадить, то, да, оно посадится, но оно не будет расти! Тут так и написано, требуется основание и звезды Незера снизу! То есть, снизу это вон там, под этой грядкой! Всем этим по-любому надо заняться, потому что сам сюжет говорит и орёт о том, что да, потребуется! Но займёмся мы этим уже в следующей серии! А от вас я очень сильно надеюсь на поддержку! Надеюсь то, что вы поставите лайк! Надеюсь то, что вы подписаны на канал! Много раз было сказано, тысяча раз, наверное, было сказано, но ваша поддержка это самая важная мотивация! А начиная с 22-го года это топ-1 мотивация! Я много раз говорил о том, что Ютуб не окупает сам себя! Мне приходится с других проектов докладывать, чтобы сюжет разрастался и становился лучше, богаче, дороже! И как раз таки мотивация на траты появляется от вашей поддержки! Поэтому, опять же, надеюсь! Большое спасибо, если не пропустили мимо ушей! Можете на мироходец.ру зайти, мерч какой-то приобрести! А если вы здесь привыкли, то можете ещё и позвать друзей! А с вами были Лол-ложка и огранённые скинтики и семена Незера! Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока! ПО-КА!